всем доброго дня мы начинаем изучение следующего ряда ряда на на как мы помним гласные у нас будут использоваться те же самые только на этот раз паре с ним будет согласная н на ни ну не но правило написание букв у нас сохраняются те же самые я думаю что вы все прекрасно их помните поэтому повторять уже не будем и переходим непосредственно к написанию букв итак первая буква буква на мы видим что это знак состоит не только из нескольких черт но состоит из левой и правой частей мы начинаем его писать с лево направо помним сохраняем сначала горизонтальная потом вертикальная видим что эта черта немножечко похоже на то черту что встречалось у нас букве та и потом переходим ко второй части правой части сначала пишется ну что-то нечто похожее на запятую вообще на письме обычно это ставится такая полу протянутая точка а потом мы переходим к написанию последней четвертой черты значит вот здесь будьте осторожны пожалуйста иногда возникает желание задрать под конец хвостик вверх вот этого задирания извините за не очень красивое слово здесь не происходит то есть мы спускаемся вниз и упираемся как бы в землю вот таким образом у нас пишется буква на следующий знак следующий знак у нас не мы видим что чем дальше мы изучаем наши знаки тем больше похожих черт у нас появляется не состоит тоже из правого и левого элемента первый элемент пишется в одну руку он у нас встречался встречался в букве к если мы помним и вторая второй элемент тоже такой некий привет из ряда на к он пишется очень похоже на букву ко но поскольку это только элемент букве не целая буква то соответственно он пишется более скажем узенько то чтобы в целом буква была не больше чем знак например ко и так букву на и букву ни мы прошли если есть необходимость вы можете вернуться еще раз посмотреть мое объяснение и после этого давайте попытаемся написать следующие слова на не что кани краб на су баклажан и кана азбука вот то что мы сейчас с вами проходим это собственно говоря есть кана азбука хира гана там кана у нас просто озвончается прозвончение я объясню вам позже вот и еще одна азбука кота кана элемент слова кана встречается в названиях обоих азбук и так берите ручки берите бумагу вспоминайте правила написания букв и записывайте можете поставить ролик на паузу потратить столько времени на написание слов сколько вам потребуется а затем мы проверим что у вас получилось вот что у вас должно было получиться на не кани на су кана и так две буквы из ряда на на мы с вами прошли впереди нас ждет еще три буквы и следующий знак это знак ну немножко сложен написание такой он очень красивый но потребует от вас определенного сосредоточенности и определенного внимания первым пишется черта вот этого черта которая помечена у нас цифра 1 пишется сверху вниз раз и и вторая черта как ни странно она большая но пишется в одну руку мы начинаем ее сверху делаем петелечку проводим и такой вот петелечкой которая у нас была уже в некоторых буквах да опять обратите внимание что мы вверх потом не уходим остаемся внизу у нас мы заканчиваем вот этой чертой нашу букву что обратите внимание как бы вот эта точка и вот эта точка лежат на одной воображаемой линии то есть буква не прыгает вверх не опускается вниз она должна обоими вот этими точками стоять на одной линии плотненько стоять на линии попробуйте переходим к следующему знаку это знак не наверное вам покажется что он несколько похож на предыдущий знак но и если мы присмотримся вот это но у нас это не то не начинается остро если но у нас вся была такая красивая скругленная то не начинается достаточно остро начинается на абсолютно с вертикальной ровной черты вот как палочку мы пишем да на которую мы нанизываем вторую черту обратите внимание даже вот здесь вот стрелка нарисована очень остро да то есть острые у нас углы пошли как будто единичку пишем раз два чтобы у нас правильно получилась буква вам какое-то время нужно провести будет ручкой по той же самой черте прежде чем уйти сторону обратите внимание вот эта линия и вот эта линия у вас получается какими параллельными вот следите чтобы у вас все это получилось опять же вот эта точка и вот эта точка практически лежат на одной линии то есть если вот здесь не будет задираться здесь не будут опускаться эта точка и вот эта точка тоже лежат на одной линии вот эти вот правила нужно соблюсти значит еще раз повторяю эта линия и эта линия параллельны эта точка это практически ну можно писать на одной линии лежат И вот эта точка, и вот это верхние крайние точки тоже лежат на одной линии. Попробуйте. Как только вы освоили ну и не, попытайтесь записать следующие слова. Неко, кошка. Ину, собака. У нас такие симпатичные слова идут. Окане, тоже не менее симпатичное слово. Деньги. Не знаю, сколько у вас потребуется времени для написания этих слов. Неважно. Ставим на паузу, пишем и после этого проверяем. Итак, проверяем. Неко, ину, окане. Очень надеюсь, что у вас все получилось. И мы переходим к последнему знаку из ряда на на. Это знак но. По сравнению со многими он пишется просто. Почему? Ну, поскольку, хотя бы потому, что он пишется в одну черту. Но эту одну черту тоже нужно написать правильно. Значит, мы идем как бы от середины буквы. Совершаем такую петельку. И закрываем нашу буковку. На что нужно обратить внимание? Что вот эта точка и вот эта точка лежат почти-почти на одной линии. И наша петелька фактически делит буковку пополам на две равные части. Вот если все это мы привним во внимание, у нас получится правильная буковка. Попробуйте написать хотя бы несколько, закрепить. И после этого мы попробуем написать следующие слова. Это слова. КОНО. ЭТОТ. Это определение. Например, там, не знаю, ЭТОТ ученик. КОНО. КИНОКО. ГРИП. И КУНИ. СТРАНА. Закрепим эти буквы, которые мы писали раньше. Ну что, проверим? КОНО. КИНОКО. КУНИ. Мы завершили освоение нашего ряда на на. И теперь вы должны попробовать прочитать лучше вслух следующие слова. Лучше поставить кадр на паузу, прочитать, а потом свериться, так ли у вас получилось. Попробуем? И теперь проверяем вместе со мной. ИНАИ. НАКУ. СУНА. НУКУ. САКАНА. КОНО. АНАТА. НАКА. НИОЙ. ИНОЧИЩИ. НУКУ. Спасибо вам огромное. Нас впереди ждет следующий ряд. Ряд на ХА. ИНОЧИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИЩИ